здравствуйте дорогие ребята мы продолжаем с вами заниматься онлайн обучение здравствуй субан ребята я напоминаю что вы должны были до 1 2 3 числа принести тетрадочки с письменными работами тетради сдали не все тетради очень мало особенно это касается 10 б 10 в классов но я выставлю оценки как положено ваши тетрадочки проверены они есть на кпп их можно забрать но пока вы готовитесь я перехожу к теме сегодняшнего урока здравствуй никита тетради по литературе где вы написали сочинение должны были мне сдать на уроках все это говорилось все это пересылалось поэтому вопрос уже не должно быть мы продолжаем с вами разговор о пьесе александра николаевича островского гроза и сегодня мы говорим о системе образов и о приеме антитезы на основе которой построена система образов вы записываете сегодняшнее число тему урока ребята кто отправил на почту значит отправили на почту я все проверю и все вам напишу я сейчас говорю о тех тетради которые нужно было принести давайте не будем отвлекаться и задавать лишние вопросы и так повторяю тема урока система образов пьесе прием антитезы в пьесе гроза вы записали ну цель урока понятно мы продолжаем с вами анализ этого произведения и конечно же анализ главных образов этого произведения да напоминаю что у нас пьеса гроза и так пьесе гроза автор поставил перед собой задачу обличение экономической духовной тирании темного царства он показал как зреет протест против вековых традиций и как старозаветный уклад начинает рушиться под напором требований жизни вот так написал критик зерчанинов и суть конечно же конфликта такова опять же по словам лебедева автора писателя автора учебников писателя критика это конфликт между темным царством и новым человеком живущим по законам совести посмотрите отсюда мы с вами говорили что действительно всех персонажей можно разделить на два лагеря так называемого да это представители темных сил и жертвы этих самых темных сил и к жертвам конечно к темным вернее силам или вообще к силам города относятся марфа игнатьевна кабанова и дикоя савил прокопич да а вот ко второй группе относятся и борис и кулигин и кудряш хотя эти персонажи тоже совершенно непростые помните говорила о том что важное значение в пьесах островского имеют имена и фамилии так вот здесь посмотрите я выписала вам определение имен но вот екатерина разговорная обратите внимание что островский пишет катерина не екатерина то есть он использовал такое более разговорное домашнее что ли имя от греческого означает чистая благопристойная варвара иноземка чужеземка чужо странка марфа марфа кабанова да арамейского госпожа посмотрите тоже очень важно борис от сокращенного борислав бор борьба и слова совел от савели древнееврейское имя испрощенный у бога но и тихон удачный спокойный здесь имя конечно говорит само за себя и так всех персонажей мы можем с вами вернее персонажи построены по по принципу контраста или антитезы действительно кабаниха дикой катерина варвара катерина кабаниха и тихон борис кудряш борис и вот эти как раз таки и линии до контрастные мы дальше с вами разберем и так тоже ага я поторопилась да кто же из героев придерживается старых порядков и не дает развиваться городу да на прошлом уроке я уже затронула два эти образы еще раз возвращаюсь к ним это первая линия так скажем контраста противопоставления но вместе с тем и много общего у них это конечно же дикой и кабаниха да что же представляет собой дикой какую роль он играет судьбе катерину а следующий урок у нас будет посвящен катерине конечно же вот посмотрите да глупый шальной малодушный сумасшедший это фамилия означает это богатый купец помните значительное лицо в городе который действительно ругается постоянно оскорбляет людей не случайно шапкин говорит о нем уж такого-то ругателя как у нас савел проколич поискать еще ни за что человека оборвем да он действительно не никого не уважает издевается над домашними срывает на них зло и домашние конечно его избегают стараются не попадать под горячую руку так скажем да он богат много людей на него работает но деньги конечно он отдает свои неохотно но это наверное всегда так и вот здесь ребята обратите внимание актер тарханов да это конечно же фотографии из газеты вот так он представлял дикого вот так он играл дикого на сцене понимал ли сам дикой что он мешает людям жить да скорее всего понимал и вспомните пьесе есть ответ на этот вопрос понимаю я это да что ж ты прикажешь собой делать когда мне сердце такое ведь уже знаешь что надо отдать а все добром не могу друг ты мне я тебе должен отдать приди у меня попроси обругаю я дам а дама обругаю а потому только заикнись мне деньгах у меня всю внутреннюю разжигать станет всю внутреннюю вот разжигает и в те поры ни за что обругают человека но здесь скобках посмотрите помечаю действие и явление откуда взяты эти слова о чем свидетельствуют эти слова конечно а его жадности о том что он чувствует безграничную власть над людьми потому что понимает что главный источник у богатства деньги а деньги нужны всегда и всем способен ли кто-то остановить дикого вряд ли вы это прочитали в пьесе да нет человека перед которым бы он спасал единственный человек с которым он может говорить и который может его наверное успокоить это кабаниха ну а все остальные люди конечно же больше пасуют и боятся иногда просто не хотят связываться да почему дикой кричит вот помните и кудряш это замечает да и неоднократно говорится с руганью входит ну потому что да это желание сохранить покорность он считает что ему все должны покоряться вот ну конечно и о нежестве дикого это говорит то есть мы видим что перед нами типичный самодур действует по своей прихоти не считая с другими и действительно вот добролюбов смотрите заметил самодур усилится доказать что ему никто не указ а что он захочет то и сделает и только с кабановой дикой может говорить вообще разговаривать да не только кричать ну вот марфа до кабанова тоже уже говорила об этом властная переводится да она тоже защитница старых обрядов жизненных считает что нужно воспитывать детей так как когда-то ее считали и конечно детей требует абсолютного соблюдения всех обрядов всех законов жизненных да то есть жизнь по домострою вот так она считает жить правильно почему так боится нововведение кабаниха конечно боится что ее перестанут почитать что ее боя что ее перестанут бояться а значит рухнет старый мир да и в новом она уже конечно не найдет себе место ну семейные отношения на каких основах должны строиться считает кабанова я надеюсь прочитав и в частности разговор с петь с екатериной и с тихоном вы увидели что это конечно же отношения поклонения и даже страха и вот не случайно говорит как зачем бояться да то что рехнулся что ли тебя не станет бояться меня и подавно какой же порядок после этого будет в доме помните говорит кабанова папу по поводу отношений катерины к ней как называет ее кулигин называет ее ханжа кто такая ханжа что это за человек ханжа ребята слышали наверное это слово да так вот ханжа это человек который прикрывается благочестием а на самом деле он лицемерит и так мы видим что дикой кабаниха страшны в своем невежестве изменяться не конечно не хотят и понимать современную жизнь конечно не хотят что их объединяет и в чем различие объединяет то что они строят свои отношения на страхе невежестве до бессердечи но различие в том что кабаниха хитрее чем кабанов и о вернее чем дикой и если дикой открыто выражает свое самодушство и кричит постоянно то кабанова посмотрите все это делает на людях и прикрывается благочестием да ну и это два социально разных психологических типа мы с вами видим кабаниха это ну или кабаниха да патриархальный тип а дикой все-таки более современный власть силы и денег да ну нам с вами далеко не надо ходить у нас сейчас происходит по сути то же самое какой словарь по отношению к этим героям посмотрите власть денег уверенность своей силе кто попадает под их влияние тоже уже несколько слов мы сказали с вами и катерина и тихон ну и кулигин ребят очень интересный персонаж кулигин помните до механик самоучка и помните он обращается к дикому с просьбой дать денег на чтобы он потратил вот он пишет я бы все деньги для общества потребил для поддержки а еще помните хочет изобрести вечный двигатель а еще ему необходим громотвод в тех местах часто происходит гроза и вот он прочитал о том что есть громотвод и его для этого просит денег но дикой конечно же ему это не дает да едет ли кулигин несправедливость конечно видит но но сделать ничего и не хочет и не может это он прекрасно понимает да как ведет себя с диким но я только что говорю ответе называет его ваше степенство потому что понимает что он от него зависит материально ну и до знаниями он превосходит всех наверное жителей о которых мы с вами говорим но нарушить патриархальные порядки он конечно же не хочет да и не может вот там есть момент когда гроза начинается и действительно как кулигин ведет себя вы наверное заметили ребята что он не боится открыто говорит жителям чего боитесь скажите на милость каждая теперь травка каждый цветок радуется а мы прячемся боимся точно опасти какой гроза убьет да не гроза благодать ну вот так вот и тем не менее да он не пытается бороться с темной силой следующий персонаж борис очень интересный персонаж напомню что это племянник диковым приехал из москвы и помните они уговориться что у него есть образование но при этом он безволен и помните разговоре с кадрышом говорит что единстве условия после которого он получит наследство это если он будет благостно относиться к дикому да по крайней мере почитать его но мы понимаем что это конечно очень сложно так говорите будет еще разговор дальше следующий персонаж кудряш посмотреть единственный человек который не боится перечить диком и и в разговорах ведет себя бойко и смело как ведет себя при встрече с варварой действительно боится не не хватится ли мать ну то есть не хочет чтобы его в чем-то уличили то есть на первый взгляд бойкий человек но на самом деле больше показного до напускного у него варвара дочка банихи вспомните тоже очень интересный персонаж именно она смогла она сумела приспособиться к жизни вот в этом темном царстве так скажем научилась хитрить и вот помните говорит у нас весь дом на том держится я не обманщица была до выучилась когда нужно было действительно перед нами такая умная девушка хитрая но не лишенные человеческих качеств потому что она видит положение катерины очень жалеет ее но конечно ничем помочь и не может тихо купеческий сын безвольный тихий и действительно соответствует своему своему имени и не случайно помните кабани хода как вот он говорит мою как я могу маменька ослушаться я маменька не хочу своей волей жить то есть мы с вами понимаем что это так называемый маменькин сынок в отношении женой ребята вот посмотрите действие первое явление пятое даст они прощение прощание вернее когда кабанова заставляет его так вести жестко довольно таки катерине чего он совсем не хочет вот ну и действительно да и в конце то помните когда узнаете их она в измене катерины как он к этому относится он не держит зубу он даже готов простить я бы ничего а вот маменька да то есть вот а маменьки прежде всего думает катерина очень сложный интересный образ и этому образом мы посвятим с вами отдельный урок вот следующий урок будет посвящен катерине но пока просто хочу сказать и ребята обратите внимание ведь она тоже часть этого калининского мира она отсюда она здесь родилась и тем не менее она отличается от всех персонажей и не случайно вот в центре внимания поставил ее островский и мы с вами повторяю о екатерине отдельно будем говорить но сейчас я вот о чем хочу сказать конечно же катерина у нас стоит в центре отношений между тихоном и борисом это два человека которые так или иначе влияет на нее и помните те самые нельзя тихо на сцене прощания когда катерина просит его возьми с собой он говорит нельзя почему да потому что для него единственная радость это вырваться отдохнуть погулять попить и даже помните говорит что любая красавица жена будет в тягости если действительно такая обстановка в доме ну и вот здесь посмотрите я привожу строчки из пьесы действия второе явление третье когда как раз вот это прощание и происходит когда кабанова требует чтобы тихо от своей жены потребовал вот такого повиновения полного да да что что стоишь разве порядку не знаешь приказывай жене так как жить без тебя кабанов данная честь знает кабана разговариваю еще но ну приказывай чтобы я слышала что ты приказываешь а потом приедешь спросишь как все исполнила ну и тихон конечно же повторяет вот те слова которые заставляет говорить кабанова и конечно же мы с вами видим что это и тяжело для самого тихона и конечно очень тяжело для катерины таким образом посмотрите катерине противостоит пьесе варвара если та научилась приспосабливаться хитрить находить возможности то катерина совершенно другая не случайно вот извините это противопоставление а ведь перед нами девушки по сути одного возраста вот эта сцена ребята очень важно вспомните когда варвара дает ключ катерине да и говорит что вот может понадобится если увижу так скажу что приходил калитки конечно разговор идет борисе вот здесь ребята возникает вопрос а зачем это сделал варвара она действительно чисто по человечески хотела поддержать катерину или все-таки это желание и запачкать катерину я такая почему ты у нас святая этот вопрос конечно заслуживает особого внимания еще очень важный момент ребята сюжетная линия варвара и кудряш противопоставлена линии катерина и бориса и вот особенно это ярко в сценах свидания первое свидание варвара и кудряша и 2 бориса и катерина и если там посмотрите вот даже глагол озевает потом холодно целует когда на знакомого зевает и подтягивается да то все-таки между борисом и катериной мы видим очень трогательные даже где-то и романтические отношения и это не случайно на фоне музыки да и вот катерина говорит с испугом не поднимая глаз или понимает глаза и смотрит на бориса кидается ему на шею то есть действительно все очень трогательно и мы видим что между этими людьми любовь ну по крайней мере со стороны екатерины точно и вот еще раз возвращаясь к борису и действительно образ довольно таки сложный я уже сказала что это единственный персонаж который наверное не сказала сейчас говорю что это единственный персонаж который не является жителем калинова по происхождению по рождению он приезжий и тем не менее остается здесь вынуждены ну чтобы получить наследство при этом посмотрите и автор даже отметил что порядочно образованный молодой человек порядочно образованный и дальше селиться кроме бориса одеты по-русски то мыс то есть мы с вами понимаем что он то живет в городе одевается совершенно по-другому он другой человек но здесь вот в этом мире он вынужден и присмыкаться и приспосабливаться да возможно это привлекло катерину возможно поэтому она обратила на него внимание я думаю что заурядный человек не привлек бы катерину и тем не менее да вот семейное положение не случайно автор ставил на первое место племянник дикого да и мы с вами понимаем что без мнения дядюшки он ничего не сделает и в конце помните дядюшка как раз ему велит ехать сибирь по крайней мире так он говорит так вот посмотрите очень важно ребят вот разговор бориса и катерина это действие третье явление 3 смотрите как вы знали катерина ветровна как я люблю вас хочет взять за руку катерина с испугом но не поднимая глаз не трогай не трогай меня борис не сердитесь катерина пойди от меня пойди прочь окаянный человек ты же знаешь ведь не не замолить этого греха не замолить никогда ведь он камнем ляжет на душу камнем посмотрите катерина конечно больше наверное себя ругает чем бориса но и борис не гоните меня катерина зачем ты пришел зачем ты пришел погубитель мой ведь я замужем ведь не сможем жить до гробовой доски и вот дальше фраза ребят я выделила ее вы сами велели мне прийти что значит сами велели влюбленный человек говорит вы сами велели а где же твоя воля ну и дальше посмотрите опять же катерина упрекает не столько его сколько себя в том что погубила в том что она решилась на эту на этот шаг и дальше сохрани меня бог лучше я сам погибну катерина ну как же ты не загубил меня коли я бросивши дом ночью иду к тебе и опять же слова бориса ваша воля на то была а где же твоя воля то есть ребята читая обязательно обращайте внимание вот даже на такие мелочи и мы с вами видим вот дальше помню говорит катерина теперь только твоя воля надо мной разве не видишь на жизнь моя катерина знаешь что мне вдруг умереть захотелось зачем же умирать коли так хорошо ну и дальше катерина сама просит не жалей губи меня то есть она просит любви от бориса но способен ли любовь борис на ту но всеполгощающую сжигающую любовь мы с вами узнаем что нет и это еще одно нельзя слышит катерина когда просит бориса взять ее с собой опять же то самое нельзя то есть в этом плане посмотрите тихо и борис сопоставлены да конечно перед нами два абсолютно разных человека и тем не менее у них есть общие черты это их слабость это безволие то что они так не смогли и не и помочь да и понять катерину да тихон ведь тоже признает только власть слабых и власть традиций да он любит свою жену но для него она тоже в тягость когда ему хочется вырваться но в частности и от матери в том числе да то есть посмотрите ребята гроза это не только социально бытовая пьеса но и нравственно-философская и действительно через эту пьесу автор хотел показать тот перелом который происходил в народном сознании в поре форменный период это очень важно да автор подчеркивает разрушение этого патриархального мира но в котором он тоже жил и видит зарождение нового но однако протест как таковой островским не показан герои не борцы и кулигин помните отступает и тихон уезжает и борис уезжает так как велит ему дикой вот да конечно они не принимают этих законов но и не восстают против них ну и вот опять же что варвара и кудряш уходят из города катерина покончила жизнь самоубийством не хотя не не найдя понимание прощения ну а протест тихо напомните самом конце когда он кидает упрек в сторону матери это ведь ты матушка ее погубила это временный протест и мы с вами понимаем что пройдет немного времени все станет на свои места и тихо будет точно такой же как и был до этого то есть размышляя о будущем россии если загончирован тургениуму островский прямо не отвечает на поставленные вопросы смысле что делать как быть куда идти да вот эти вопросы действительно ставили очень многие писатели но и в частности чернышевский своим романом что делать островского нет ответа на эти пути на эти вопросы но тем не менее свои пьесы он показывает что такие люди все-таки появляются такие люди есть и пусть таким образом но хоть какой-то свой протест они высказывают и так мы сегодня с вами говорили о системе образов о том что по сути все персонажи на уровне контраста то есть есть у них и общее есть у них противоположные черты где-то и резко отличающиеся где-то только некоторыми моментами отличающими отличающиеся но ребята это очень важно понимать и очень важно конечно для понимания самого главного образа образа катерины на следующем уроке повторяем мы с вами будем более подробно говорить об этом образе и о том конфликте который является центральным и так ваша задача проанализировать взаимоотношения катерины с окружающими и людьми и при этом посмотрите вот здесь я выделила те действия и явления которые нужно прочитать и в них отметить каковы отношения катерина и кабановой катерина и тихона катерина и варвары и катерина и бориса я повторяю персонаж тоже непростой и отношения их очень важны почему же так катерина но и в конце как поступила да и в конце концов мы с вами конечно должны будем попытаться ответить на вопрос почему так поступила катерина а был ли другой выход а могла ли по-другому на поступить почему так островский распорядился судьбой своей героини да ну вот таким образом ну и еще ребята скажу что после того как мы с вами закончим пьесу гроза а у нас впереди разговор о катерине о конфликте в этой пьесе и о критике мы с вами дальше будем говорить о пьесе бесприданница да 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 и назигда бесприданница я очень советую вас вам не только прочитать но и посмотреть фильм жестокий романс до никита который поставлен по этой пьесе да звенит звонок вы слышите да и скоро закончится урок ребята я прошу вас записать домашние задания вот здесь конкретно все обозначено еще раз вернуться перечитать чтобы мы с вами со знанием дела на завтрашнем уроке ну или вернее не на завтрашнем а в четверг вели разговор о екатерине ну и повторяю следующий урок будет по критике о критике по этой пьесе ну и далее по пьесе бесприданница все что я хотела сказать я сказала если есть не